добрый день продолжаем рубрику интервью у меня сегодня необычайно интересный человек крутой специалист специалист по отношениям специалист по кризисам человек который позволяет людям преодолевать жизненные кризисы причем любые не просто те классические которые по возрасту нам все положены или в семейных отношениях мы просто любые ситуации когда не хватает ресурсов уникальный специалист вадим шипилов привет привет василь ты мне так представь что принципе можно заканчивать будем расходиться спасибо что пригласил очень рад участвовать вот в таком формате твоей передачи поэтому обсудить нам есть чего как всегда не буду с вопроса как-то нас узнал потому что это было взаимное желание пообщаться считаю что очень плодотворно и интересное для людей потому что один одно из нареканий вот пригласили интересных людей и преодоления надоели твои наркоманы именно послушать позитивно вот сейчас будет жизненная история где было все еще все таки вышел позитив помогает другим людям верно если я так скажу это будет соответствовать это будет соответствовать конечно 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 я про то что это как бы одна такая вот компонента хочется так многом поговорить это тоже будет соответствовать говорил михал сергей главное начать это точно кризисная психология вот какой контекст как ты к этому пришел это все-таки боль отсутствие ресурсов это очень часто такие тяжелые пациенты разочаровавшиеся в специалистов который с дверь от дверей говорят уже многие мне не помогли что это так и есть я просто расскажу немножко про то как я к этому пришел более двадцати лет я занимаюсь проблемами зависимости и созависимости ну и понятно что это с точки зрения психология или психики данного психология как наука психики это одни из самых тяжелых больных они пограничные с психиатрии поэтому долго и ставили там двойной диагноз и долго ну сколько наверно лет 15 я нахожусь на руководящих должностях уже по этой теме я получал образование по ну понятно у меня есть там психфак который мне дает право там деятельности наш российские но по диктология получал западу так ну так уж сложилось потому что них лучше были тогда наработки можно было это ну получить я думаю что точно по-другому однозначно потому что это был вот примерно с 2001 по 2008 на 9 вот нам казалось что открылись хляби небесные хлынули какие-то образования можно было получать причем там даже вопрос был не столько в деньгах сколько там желание ну потом как-то это все чуть-чуть изменилось и сейчас это все равно середины начал ты хорошее образование по поводу да да мы идем мы мы идем своим пешком к этой истории и последнее у меня по одиктологии это я был управляющий партнер у нас у каждого были свои задачи есть был на первичной консультации только ко мне приходит семья папа доктор наук хирург известный понимание медицинских аспектов понятно на каком уровне мама мама инженер или музыкант тоже такая все знают сын рецидивист причем причем и уголовный и реабилитационный жена измочали на этим сыном просто которая выпотрошенная как как рыбка ну и там и дети которых не взяли но вот этого 4 у которых разочарование полное там и так далее есть какой-то опыт негативный и вот я с этими людьми там ну пусть там три часа длительные были консультации по три часа я с этой семьей со всей работой а потом мы подписывали контракт тогда средняя стоимость я просто рассказываете весь контент тогда средняя стоимость реабилитации было 40 60 тысяч по среднем по больнице по россии у нас был 120 то есть ценник и я закрывал там на три месяца как минимум то есть это примерно 300 300 60000 рублей и таких консультаций у меня было примерно 25 в месяц и в таком режиме я работал примерно четыре с лишним года и это только последнее что ну плюс еще созависимы там и так далее понятно там я подгорел понятно там у меня были определенные там мне потом нужен был там отдых и так далее но я отношусь к этому как к военно-полевой медицине когда хирург в окопе делает сложную операцию прекрасную тебя аналогию но для меня вот военно-полевая медицина особенно в условиях то медицинского пункта полка я медик лейтенант медицинской службы это прежде всего сортировка этому помогать бесполезно там обезболить чтобы просто умер достойно этому в первую очередь все шансы спасти конечности все прочее а вот этот подождет выживет значит будем заниматься вот так это выглядит совершенно верно я абсолютно согласен причем причем я ты же работаешь созависимыми людьми не знаю что это люди которые крайне не хотят брать ответственность они все время хотят чтобы кто-то за них что-то сделал то есть в том числе и специалист и вот здесь вот основная история чтобы вот эту сортировку отдать им есть два момента первый мы меняем жизнь и для этого нужно подпрыгнуть выше головы всем ну специалисту семье человеку там и тогда мы меняем ее и тогда у нас есть решимость у нас есть мотивационный кризис у нас есть все для того чтобы мы сделали либо мы остаемся в этом туда не плачем что тоже имеет место бы оставать вот мы мы берем вот так вот отряхнулись к вот так выглядит сейчас эта история ты ну и мы можем идти этим путем этим или этим ну я вот эту сортировку про который ты говорил вижу именно вот так но мы отдаем людям потому что без людей же мы это не сможем где мы же мы не сможем помочь я тоже как формулирую я говорю я вижу что вы еще не готовы к переменам я для вас всегда надо поупотреблять побегать посидеть тюрьме передоднуться мне бы очень не хотелось чтобы мне позвонили и сказали доктор вы были так правы ну вот мы его потеряли нам искренне жаль потому что ни одна не две не 10 историй поэтому подумайте я в треугольник карпана не полезу я не буду не преследователем товарищем прокурором не спасателем святой доктор день и ночь будем звонить ездить по ушам нет вы меня в это не тянете не дозрели бегать мне кажется что настолько насколько я жесткий в консультации уже потом был то но без этой жесткости невозможно ну просто 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 него просто невозможно ну оставай но иди иди греби не нет проблем что ты здесь то делаешь вообще ты зачем ты хочешь чтобы кто-то решил никто не решил потому что эта проблема такая комплексная вот но мы сейчас отвлеклись сторону созависимости и зависимости почему потому что после этого веса как говорится знаешь когда вот бойцы там забегает вес по нему очень просто выступать после вот после этого веса другие проблемы во взаимоотношениях берутся просто накатом ты понимаешь что ты можешь сидеть а это вот такое это вот так ну не такая боль не такие потери не такой ущерб а больше адекватности больше все таки еще ресурса оставшегося попытаюсь подловить ты говоришь о кризисах допустим утрата значимого близкого вот это осложненное горевание с этим работает но однозначно измена супруга с которой много лет прожили совместные когда вы да конечно я тебе больше скажу я тебе больше скажу я тебе скажу больше что ситуация еще такая давай помоделируем 20 лет прожили вместе душа в душу все хорошо появляется любовница и можно же любовник или любовник или любовник или любовник у мужа тоже сейчас по мне возможно появляется чек но я почему говорю про любовницу потому что чаще в такой ситуации оказывается женщина я проясню я поясню почему мужчинам вот мы с тобой говорили в начале игруша какое предназначение же но может мы там что ты хотела что ты хотел что ты хотел этим сказать мы об этом еще поговорим но мужчине принадлежит материя мужчинам материален он изначально такой луч он очень заземленный и все материальное в принципе принадлежит мужчине даже станки которые делают прокладки и гигиенические средства для женщин тоже там сделанные мужчинами сконструированы и тогда мужчина эта материя и вот женщина это определенный эфир да 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 такой это вот связи ну то есть мы же понимаешь и женщина может просто взорвать пространство ну просто раз и как это так или к примеру женщина гор я знаю я знаю что это вот так ты говоришь объясни почему она говорит я не могу объяснить потому что у него много сенсоров мы но процессор у нас у людей ну такой что эти сенсоры пока обрабатываются ли я расшифрую твои слова женщины более интуитивно более интуитивно однозначно конечно 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 да да мы на работе у нас все проще у нас уважение любви или любовь заключается опять же в материи чтобы мне тебя защитить но примену и это тоже так потому что нужно время для того чтобы тебя защитить на карту мужчины проще мужчины даже анатомически проще ты как врач можешь это подтвердить но у них когда матки грудь кормить ну мужчина проще и вот эта материя принадлежит мужчине а мы живем материальном мире и начинает мужчина забирать эту материю женщины после 20 лежит она растет из материи другой женщине не очень конечно он без материи мало того что не нужен так он еще не знает как манипулировать как выдержать как 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 жену бывшую там щелкнуть кроме как материально учишь как материальный этот этап сложные почему потому что материи занимался мужчина а мужчина теперь на другой стороне у него теперь другие задачи он выпрыгнул из круга интимности этой женщины и она россияна не знает как и здесь мы помогаем женщине пройти этот этап в том числе и материально в том числе как ей нужно действовать а как и юридически обращаться или нет это и есть кризис мы не можем лежать на кушетке и разбирать сны у нас времени нет нет это здорово это как профилактика можно еще да давай вот тут ты на стране добра пострадавшей стороны до женщин на руинах обращать а если наоборот к ней же хочу еще больше опустить отнять имущество ты будешь учить да смотри да нет нет я объясню почему не потому что я такой белый и пушистый а потому что я немножко живу на этом свете и лежал под разными плитами и въезжал в разные углы и понимаю что мне это дорого потом обойдется потому что потому как однозначно потому что я вообще считаю что психолог отдельно от духовных аспектов не может быть эффективным потому что человек настолько мультифакторная машина да ну так грубо сказать что как мы можем психику отделить от духовности или от тела но ударься локтем об угол у тебя вылезет и духовность твоя и все и все остальное порядка кто говорит о господи ну а об этом надо говорить за наш надо изучать потому что духовный аспект тоже один я не про религиозный а до сильно больно и там вылазит именно то слово которое у тебя прям от которого тебе от которого тебе легче будет по поводу меня я такой знаешь наверное сумасшедший потому что когда мне нужно ну я хотел узнать немножко о психологии я заканчивал психфак когда меня интересовали духовные религиозные аспекты я заканчивал колледж теологические я изучал герменевтику апологетику экзегентику это было в краснодарский колледж но я заканчиваю в волге конфессии это это протестантское протестантское направление это было давно сейчас ширина моего бога восприятия другая и если меня сейчас просят ты мусульмане я скажу конечно этой кришна и конечно и христианин да конечно и вы их является ли христос богом да конечно же да 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 но дело но но дело в том что даже люди я уважительно отношусь ко всем конфессиям действительно и к религиям если люди находятся в своей религии не видят чуть чуть дальше это не значит что мир именно вот такой понимаешь а и для меня присутствие бурга а и высшей сил она гораздо шире религиозного понятия на данный момент конечно слава богу я говорю иди используй инструмент этот почему ты мне ноешь а этот инструмент не используя иди используй потому что это усилие определенное это жесткий он многим людям он мне не помогал не то что мне не помогает я безгранично благодарен и за тот опыт тоже потому что если бы его не было у меня бы не было и этого понимания это определенные этапы это как точки бифуркации да когда-то раз уткнулся эти душно эти душно и либо ты переходишь наверх либо ты задыхаешься и у меня много раз так было что я закрывал глаза я понимал что это новый мир для меня и мне страшно я не знаю что там а все окружение этого этой точки говорит мне о том что если туда пойдешь ты погибнет потому что там жизни не там нет воздуха воздух только здесь а я и я закрывал глаза молился переходил на эту точку открывала там новый мир я был благодарен это это история почему ты должен молиться кому-то но у тебя как у нас есть стандартные молитвы у кого у нас да у кого угодно да у вас православным ты можешь говорить за православных очень очень наш не только у православных давай 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 у протестантов хорошая молитва очень хорошая очень конкретно очень наш но если человек молится неведомому богу как апостол павел когда пришел к афины и у меня фене говорит афиняне вы очень набожный народ а у них был там такому-то богу такому-то богу так и на всякий случай неведомому богу которого мы не знаем он горит афиняне вы говорит это вы горит очень набожный народ вот того бога кого вы которого вы не знаете чтите я и пришел вам проповедовать мудрость поэтому ну можно молиться и там ну своей высшей силе это не обязательно может быть библейская молитва это не обязательно может быть молитва из корана если вы исповедуете религии действительно них находится это здорово это круто но у вас может быть и свой путь когда мне было так я спросил свою свою про свою амплитудность когда мне стали интересны медитации и вот то о чем мы с тобой говорим я уехал в индию и жил в ашраме я расскажу есть такой город варанаси ты наверно знаешь это есть мека для католиков ватикан есть афон до для православных есть а это на место где сжигают покойников место где 3000 лет не затухают погребальные костры погреба городу больше пяти тысяч лет это мека всех таких богоискателей вот я в этом варанаси жил в ашраме у лали бабы ты спорта лали баба это такой настоятель не 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 вот это вот это вот вот этот ашам где у меня окна выходили на смошен смошен это погребальная площадка и когда я ну это был определенный опыт это были также и гималайи вот но я ищу мне всегда дуб потом это был байкал это был байкал вот два вот за два года я два раза побывал на байкале я был в заполярье а жили на островах ну то есть ну я люблю стихи мне это я я люблю тонким на байкал альхон вот это не это альхон это со стороны иркутска а я был забыть это в улан-удэ бурятия бурятский шаманизм а вот эти все истории у меня там друзья ну в общем вот не дам в апреле я летал туда а сейчас я вернулся в четыре страны проехал как ты знаешь италия испания португалия и франция это был другой тур ну слава богу мы прям треповали и это было бы живали в каком ну мы прям ну бы прям ехали вот ехали ехали я лет 15 назад потерял всякий интерес к отельному отдыху точно так же к пакетным экскурсиям и однозначно вот мы проехали в египет мы полгода готовили готовили с отельным был бы быстрее отельного быстрее но и подготавливали это с археологом египтологом который участвовал в раскопках дендерского храма и мы выехали два дня еще готовили шарм-эль-шейхи и выехали первое в первый день мы проехали две с половиной тысячи километров до васуана по подсуэцким на континентальную африку выскочили васуани переночевали утром еще около 300 300 километров до нуби в нубийской пустыне и там вот этого абусэмбелл и пошли мы проехали больше 5000 километров абусэмбелл мне очень понравился и но у меня даже не абусэмбелл потому что это все таки а там допустим абидоцкий храм меня очень сильно тронул дендерс ну короче мы вот то есть вот так и это тяжело это потом в 12 часов ночи ты заселяешься в 5 ты можешь выезжать иногда это нурофены потому что голова у тебя болит ну я так привык мне да да мне мне так кайфу допустим вот недавно я ездил в заполяр в заполярье это мы приехали в мурманск потом мы ехали 4 часа на до побережья потом на лодке мы ехали на остров в баренцевом море на краю северного ледовитого океана это акватор все в тишине какие-то да 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 там прямо останки китов ну вот как какой как фильма наши это морожка тишина и как бы очень круто потом спустились и поехали в северную карелию но и я я люблю эти три по я потому что я считаю наш как вот мне сейчас я ехал к тебе на передачи мне позвонил мой друг и горе слушай там проблемы довольно таки респектабельно это проблема с алкоголем и вот он говорит ну да я говорю ну слушай вот у меня вроде проблем нет его послушай но ты же снимаешь напряжение точно и в напряжении то снимаю алкоголем и грунт и должен понимать что если ты прекратишь употреблять алкоголь это напряжение никуда не денется никуда не денется тебе нужны компенсаторы когда зависимость уже сам алкоголь является источником конечно же он дает плюсы да там он снимает потом он тебе прививает еще больше летом еще большее напряжение еще большее напряжение но в любом случае тебе нужно будет как-то решать это без алкоголя и конечно я эмоциональной вот я сейчас пришел ты знаешь там я могу эмоционировать да у меня там но это это говорит вот о чем что сейчас я учусь не ходить по головам как а мне свойственно не жрать людей да не наносить ущерб людям не как-то жить за счет людей потому что у нас и это мне нужно делать ради себя прежде не ради людей а ради себя поэтому мы находимся там ну в духовных практиках в поисках занят спасением души я правильного резюмировать ты знаешь я не занят спасением души честно потому что у меня вот я прям кайфую у меня нет такого я не живу сейчас в таких категорий как спасение мне откуда-то нужно спасаться мне прям кайф мне 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 нет нужды откуда-то спасаться ну то есть мое нахождение здесь мое бытие она настолько гармоничная не всегда но потому что я также схожу с ума также прилетают мне какие-то там серьезные проблемы там и тогда но в большей части своей жизни именно за счет поиска вот этих всех вещей что у меня кроме благодарность от того что я здесь есть ну больше ничего и не находится даже за тот опыт который у меня был до этого но он был вы разный сложный и у меня привела давай про него рад вкратце на подробности вкратце на что что в этой теме случайных людей вкратце сначала было вот смотри рассказывай контекст я родился в семье классика отец военный классика ссср папа военный мама или учительница или медработник у меня медработник начальные классы германия потом четыре года ленинграда папа учился в академии высшей военной с комбата поступил туда потом я учился в одессе это штаб округа одесского отец по распределению попал туда и был старшим офицером связи одесского военного округа потом я учился во львове в спецшколе спортивной а то есть какой вид спорта а дзюдо я был сборной украина по дзюдо и я довольно таки успешно позже я уже во взрослом возрасте заниматься бороться я всегда любил и причем мне нравится стойки вот сейчас модно джиу-джитсу хороший очень вид ну это все партеры как-то у меня не вставляет а вот дзюдо мне кажется красивый вид спорта ну вот и исходя из того что я вспомнил я учился в 13 школах я мог учиться две недели да 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 папа в отпуск уехал я две недели учусь какой-нибудь там школе советском союзе мы приехали там допустим из германии и это мне дало а ты же знаешь как дети вживаются тяжело а я приходил в утром а в обед уже там бежали за мной потому что я уже куда-то с какими-то идеями с одной стороны это мне дало такую коммуникабельность да и такие вот навыки а с другой стороны у меня нет класса выпускников я их не могу вспомнить где они что они и с другой стороны конечно это есть там и свои минусы в конечном итоге потом меня носила еще долго уже во взрослом во взрослом возрасте это были 90 ну в начале это было не были 80 конец 80-х общая в 90-х общая социальная депрессия развал страны разочарование и так далее другие авторитеты не знаю непонятно куда что и были все вся классика 90 вся классика и было все и в конечном итоге было тяжелейшее употребление в конечном итоге все 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 они тогда метадона не было а я просто скажу немножко контент тогда не было метадона и тогда не было даже героина героин появился чуть позже было вытяжка да конечно вытяжка из маковой соломки так называемый сумбурный героин 4 номер но это было вот это было то что на западной украине там прямо там фармацевтические опиумные поля были по содержанию опиум одни из самых сильных мире там ну уступали конечно афганским но на самом деле это очень мощная история и проблема была социальная на украине конечно вообще без проблем просто их выкашивали все бедные эти колхозники конечно вот я сейчас понимаю что что это было но это было это было такое время и большинство моих лет мне было ну когда я начал употреблять мне было наверное лет 17 18 да 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 уже особо мало того я у меня тогда спортсмены были еще преступные сообщества эти преступные да конечно эти преступные сообщества как бы я говорю слушайте ребята да вы наркомана там прям серьезные у меня были друзья которых там одного расстреляли в девяносто пятом другой там умер там еще чуть позже там где нас седьмом от туберкулезов а т.п. от очередных да там отсидок ну вот и я говорю да вы наркоманы вы что я я это я долгое время держался и все окружение употребляла я долгое время держался но потом случилось то что в принципе случилось с большинством 0 да и почему я почему мне легко разговаривать зависимыми людьми потому что я знаю что в большинстве своем это очень талантливые люди есть такая такое утверждение что алкоголизм или наркомания это внутренний признак духовного потенциала человека это такая сложная сентенция да на самом деле это совершенно не пропаганда наркотиков и алкоголизма почему потому что мне там на лекциях говорят а вот владимир высоцкий вот он там алкоголь употреблял я грушу ну ты хоть книжку-то прочитай какую-нибудь там ну прежде чем говорить ты погрузить контент я такой это матемология слотом тогда я грудаун употреблял алкоголь потом потом он сказал слушай мариночки пишет марин вообще все хорошо я нашел выход из проблем морков морфи до выход из проблемы морфи сосны на елку и я говорю послушайте пожалуйста вы должны уяснить себе что владимир высоцкий был талантливый такой не потому что он употреблял а потому что он был талантливый а потому что он не употреблял мы получили еще не получили еще там десятка высотин его альбомов вот и все то есть не надо нам вот с головы то есть ног на голову ставим же болезнь всегда хочется их запутать она просто вот эти обертки поэтому зависимые люди это очень талантливые люди но большинство из них умрут то есть растет 10 пацанят ну во дворе растет 10 пацанят 5 ну таких ведомых они им сказали они не делают 5 активных а из этих пяти активных два наиболее загоражение на гараже они ломать они курить они спасать они бит тоже ну везде они кто быстрее попадет проблему зависимости из этих десяти человек конечно эти двое потому что у них нет табуированных слов потому что для них нет не действует потому что нет им нужно объяснять и так далее так вот я когда учился в нулевых мы учились нас было такое такая цифра 96 процентов носителей заболевания упад умирает в результате употребления это про зависимость там от 3 до 7 процентов людей находятся ресурсов находит инструментарий входят программы выздоровления остаются чистыми меняет стилистику жизни там ну и тогда вот эти два становятся зависим и почти сто процентов выкашивать выкашивать но те-то четыре процента которые нашли в себе эти ресурсы этот же потенциал никуда не делся их до их мало да он они искажены да они травмированы да они там со многими многими недостатками и дефектами но когда они начинают выздоравливать и меняют стиль жизни они достигают больших успехов у тебя баста вот тебе там шоу-бизнес вот тебе бизнес вот я даже в политике и так далее думаю шоу-бизнес брось употреблять а шоу ну я думаю что я думаю что шоу-бизнесе большая это как раз и проблема что находишься рядом со всей этой движухой и там может только посочувствовать поэтому высоцкого же та же история конечно же угощали надо гулять конечно какой бы тебя прочности не было там что-то генсеку откажешь конечно лечом не выпишешь или еще что-то а вас я тебе могу на себе по себе сказать я же больше двадцати лет не употребляю вообще вообще не употребляю все норовят угостить причем я чем я в компании самый веселый они меня вот кто меня не за гордовай давай я говорю ты придурочный я говорю ты посмотри на меня скажи мне кто самый веселый здесь агарты его прикинь я сейчас выпью ты меня не удержишь вообще я говорю послушай у тебя там ты будешь ну там у тебя закончится через через там три часа а у меня там через три месяца меня где-нибудь найдут там другой стране и так далее поэтому для меня сейчас а нормальность вот понятие нормально нормальный человек игру слышишь ты вообще мне об этом не говори потому что нормальный человек это человек абсолютно не поздно и потому что нормальный это совершенно субъективное понятие это что для людей сейчас для 90 наверно 9 процентов людей нормально абсолютно не нормально а то что для меня нормально для людей ненормально ну тем интереснее жизнь плывем как бы против чараблива я выздоравливал с улицы я выздоравливал из из всего что можно было я расскажу коротко да коротко но конкретно мои родители меня похоронили нет нет никогда от родителей не отказывается у меня замечательное отношение я сейчас к тебе прилетел от них кстати там неделю еще неделю буду потому что мама хочу увидеть там папу они просто меня пока они поняли что с их сыном конец game over все ему ничего больше не поможет никогда если бы их тогда спросили знаете есть реабилитационный центр но там могут бить его мы скажем слушать а может а можно каждый день его бить в мясо вообще мясо а я не буду рассказывать что исполняете просто рассказывать след но ты теперь будет тогда понятно что я исполнял и они бы сказать там вот есть там реабилитационный центр мы там будем закану можно ну короче они похоронят они даже не верили в то что может быть какое-то чудо которое спасет их ребенка нет я у меня еще есть младший брат был он умер три года назад до в 14 лет трезвости это отдельная история мы можем про это провести да мы можем это человек с короче это человек а у меня 10 лет с ним разница и мы все время были друзья ну мы не просто брать наш как вот есть братья ну и они там как бы мы были кентами наверное потому что у нас была большая разница нам нечего было делить я для него всегда был старшим братом а он для меня всегда был младшим братом и когда мы уже были взрослые он младше быстрее соображал был более такой да еще больше он что это идет ну это знает он имел отношение ко многим реабилитационным программам вообще которые есть но сейчас речь не об этом мы можем об этом говорит и вот они подумали что ну с одним все понятно спасем хотя бы второго и они переехали из одного города в другой на фантазии что таким образом они смогут его спасти и он берет если я употреблял здесь еще так сяк то сюда я попал в героиновый рай и у меня младший брат он просто ну прям очень быстро и мы выздоравливали с ним вместе говорю на момент его ухода у него было 14 лет трезвости и это были 14 лет осознанно то есть у нас были и срывы и все остальное это это прям вот прям он закончил там философский аналог философского факту ну то есть это еще более такой вот мы с ним на одной волне вот поэтому я выздоравливал с улицы я выздоравливал различными практиками которые только можно как какие только возможно а в том числе и религиозные различные я пробовал вот но а центров не было ни одного тогда и центров то не было это были 90-е года тогда и как бы особо особо не было еще поэтому это отдельный путь мы можем там запилить с какую-нибудь отдельную передачу потому что там есть чего поговорить но вот уже 20 лет я стою на платформах совершенно других идут двигаюсь и понимаю что мне кажется что я только сейчас жить то начало вот только сейчас я начинаю жить мне там партнеры там друзья говорят да ты чё ты на у тебя возраст 51 до 50 51 я говорю слушайте ребят ну во всяком случае собираюсь еще 120 прожить и как минимум а потом придумают таблеточки и мы протягивали чтобы вот ну классно жить ну прям кайфу ну осознанность уже есть уже есть понимание законов это все ты же думал ты же думал как как же нас учили как учил улиц что ты оторви и сейчас большинство людей так живет они думают оторви возьми себе присоедините счастья оказывается сколько бы не брал и нищий и нищий внутри ну я не говорю там по бабкам вроде прям по деньгам это может а ты в общей компоненте ты просто ущербен и поэтому ты вдруг понимаешь что этот концепт он не работает а работы какой-то другой ты начинаешь вдруг узнавать эти взаимоотношения ты можешь ошибаться должен человек не когда-то как бы да ты встал утром ты должен ошибиться не ошибился значит и не не жил вопрос в том как ты к этому относишься был такой основоположник это очень интересно это вот о том чем что мы говорили что по военно-полевой да потому что куда был такой основоположник теория стресса венгер венгер канадского происхождения гонцелье януш еще вообще его яну почему ганс все так наверное удобно на немецком да эндокринолог также как абрахам масло да абрахам масло да 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 будем называть ганс вот он эндокринолог который занимался стрессом много и он там выявил биологические связи с этим вот он сказал вообще уникальнейшую фразу уникальнейшую которая мне очень помогает что неважно что с вами происходит неважно важно как вы к этому относитесь и поэтому если у тебя происходит вот в этой жизни вот ты пришел пришла вот у тебя есть точка а вот у тебя точка б может быть двух вариантов б мы меняем это все но тебе нужно подпрыгнуть и тебе нужно понимать что это твоя зона комфортно тебе нужно оттуда выходить но если ты готов готова мы будем с тобой здесь или оставаться здесь но тогда изменить отношения ну тогда кайфую же ну кайфу я того что ездить это тоже возможно поэтому поэтому сейчас вот ну а ты все время повышаешь планку я правильно понимаю у тебя такая стратегия слушай я не повышаю знаешь а я у меня даже честно говоря вот давай я скажу ты поймешь на что 10 10 или 20 лет назад я на все вопросы знал ответ а если не знал то придумал бы ну потому что нельзя жить с вопросом а сейчас у меня на то что я вижу больше вопросов но это ничуть не ухудшает качество моей жизни поймешь и на почем и это возможно ой так мой поэтому вот сейчас я не могу сказать что я повышаю я ну как бы не напрягая живу по сейчас значит для меня больше не знать человека а почувствовать его поймешь это важнее помнишь как дети в песочнице он приводит его куля это мой друг а он увидел три с половиной минуты поймешь а у них сканеры другие у детей они еще не испорчены это он он друг его и вот мы через призму да мы сначала наслоение себе набираем на голову а потом начинаем их убирать и когда начинаю жить по наить ну вот я называю по наитью потому что это комплекс интуиции опыта взаимоотношений понимания знаний то я понимаю что какая-то ситуация я знаю что мне там нужно быть а а вот к примеру давай для примера на вот пример нужно ехать европу я люблю дольмены я как ты уже понял я люблю острова стихи могильничка тебя тянет определенно стихи и всякие эти горы там и так далее европа ну ладно и гринам могилу наш послушай у меня нет там мы где только небо вот где ну прям реально я был на конец это географическая точка евразийского крайне евразийского континента мы срока дальше это место где самые большие волны в мире дальше масонские храмы потому что португалия и тогда франция там ну то есть мы не прет это ну кого-то прет другой ну кайф же кто-то не знаю копается в огороде ему что же кайф лишь бы опять горцелемы лишь бы ты относился к этому нормально вот и вот европа но у меня такого трипа не было это в принципе чуть не мой а курс ну то есть 100 102 рубля за евро а кто был в европе тот понимает ты отдаешь к примеру я говорю ты отдаешь 300 с лишним тысяч рублей вот такая сумма или 500 тысяч рублей и получаешь 5000 евро 5000 евро ну кто был в европе тот понимает что это там квартира стоит там 200 и так далее там поесть и я вот в этой истории вот так вот а я уже привык что с любым путешествием с любым трипа мне голова рассказывает вадик не делай этого она говорит чтобы я не выходил из зоны комфорта всегда она все время рассказывает мне страшилки я уже это знаю я тебе сейчас прям вытяжку еду я туда со всеми вот этими историями ты знаешь как складывается я месяц там был четыре страны где-то километров три с половиной тысячи я проехал на машине по европе шесть перелетов там два по ну такой многосложные как бы путешествие сложилось не просто так как я себе мечтал а даже так как если не мечтал даже с теми людьми которые были не со мной с родителями партнерами работы понял вот она вот такой как все в пазл это вот так сидишь и думаешь боже мой слушай а вот если бы я ехал на своем понимании куда бы я уехал но недалеко поэтому для меня сейчас важно быть вот в этом контексте как бы мироздания на вот этого бытия не мешать ему в моей жизни ну и постараться наслаждаться и делать те действия которые я могу сделать но есть действия которые но вот если бы я не сел на самолет не прилетел бы сюда мы бы у нас бы не было передачи не было сигнал пришел мне об этой передаче когда раз там но мне нужно было сделать действия а вы встать рано там сделайте вот эти действия в жизни я должен делать ну как как бы можно я тебе провокативно прям до вас задам ты как специалист по отношениям у тебя-то как с отношениями на сколько ты реализован да расскажу ненормально можно да конечно нужно я вообще считаю что это нужно а я в разводе я прожил долгого и мы 15 лет прожили вместе не буду рассказывать про развод как он происходил мы в разводе уже такой осознанный наверно более хорошо да обычно теперь он у меня двое детей дочке 13 лет сыну 10 лет у меня таких отношений с детьми как сейчас не было никогда просто на секундочку никогда с мамой их бывшей моей женой мы взаимодействуем по детям и находим общий язык слава богу мы как два взрослых родителей понимая эту ответственность и это честнее для детей по моей точки зрения и сейчас вот такое положение при этом я фундаментально стою на позициях семьи да это сейчас уже не очень модно но для меня это важно я ее понимаю каждому свое но когда у меня человек приходит я говорю слушай меня внимательно ну там допустим понятно что если есть где-то какие-то вещи там очень токсичные насилия до преступления там и так далее там нужно разбираться но если вот взаимоотношения группе и ползи и сохраняй ну то есть это моя очень такая чёткая парадигма но я в разводе и свободен мне кажется я мне кажется я сейчас как-то задышал мне кажется я сейчас стал более осознанно это не значит что в браке все плохо это значит что у меня что-то там было наверное не то это тоже тот опыт с которым который я могу как бы поделиться дона корлеоны никогда не иди против семьи правда у меня вот мои друзья там мои клиенты они ну точно знают что ну семья это важно семья это как как я но послушай как я вот ты уже знаешь мою концепцию взаимоотношения с миром как я могу туда залезть да и на каких-то своих глюках фантазиях пониманиях или внутренних внутренних каких-то желаниях могу взять и разрушить эту историю но я не могу себе просто позволить этого сделали понимать максимально все что можно будет сделать для того чтобы это сохранить запрос клиента на разрушение нет а может быть не запрос клиента там может быть ситуация такая ну там ну ты понимаешь что что второй человек выходит из отношений бесповоротно, и у второго человека все решено. Он давно вытеснил твоего клиента из своей сферы интимности. Давно, его там нет. Он затащил туда, к примеру, еще какого-то взрослого человека, что там не может быть конфигурации в круге, когда там трое, допустим, взрослых. Трое – это треугольник. Да, тогда могут затаскать маму, папу, а могут и любого своего второго. И когда ты это понимаешь, то ты просто помогаешь этому клиенту экологично, из-за этой ситуации, с меньшими потерями, и с тем, чтобы потом не было сожалений. Знаешь, как вот, допустим, ситуация требует быстрых реакций. А мы говорим, послушай, а как вот потом? Ну вот ты с этим, допустим, как ты… И поэтому мы начинаем двигаться для того, чтобы сделать правильное решение, ну, принять. И это, опять же, прерогатива только клиента. Мы просто подсказываем там… Знаешь, есть такой Вадим Зеланд, да, такой… Трансфер в реальности. Мне кажется, мой пациент. Он очень странный, да, он очень такой… Как-то деликателен. Он очень такой неоднозначный, но мысли некоторые у него, ну, прям кайфовые, он наблюдателен. И вот там, он говорит, там возможности, вариации, да. И мы даем эти возможности, вариантов для клиента. Можно еще вопрос? Да, конечно. Вот ты какую-то статистику ведешь? Какой кризис самый распространенный? С чем тебя люди приходят? Ну, да, обычно это неудовлетворенность партнерам. Я поясню. Когда приходит, допустим, женщина… Вот этот мой товарищ, который звонил, он говорит, мне жена говорит о том, что я алкоголик, а я себя таковым не считаю. Есть два момента. Первый. Неудовлетворенность его поведением партнера. Ну, то есть он неудовлетворен тем, что жена ему капает на голову, что ты, да, ты нахрен, ты мне вот эту кровь сворачиваешь, мне нормально, я бухаюсь, я пятница, суббота, воскресенье, а ты мне… Потом в понедельник ты мне начинаешь… Для чего? Неудовлетворенность. Так мы с этой историей начинаем разбираться. Если мы возьмем жену, если она придет к тебе… Ну, допустим, если он пришел к тебе, это одно. Если она пришла к тебе, он говорит, ну, слушай, он бухает. Вась, он бухает, нужно что-то делать. Ну, вот тут мы начинаем разбираться, что это, в принципе, возвращать человека к себе. Почему? Потому что если… Давай я вот грубо скажу. Если проблема в другом человеке… Это моя вот пародия. Если проблема в другом человеке, тебе… Все, выхода нет. Вась, выхода нет. Если проблема в другом человеке, тебе конец. Все. И когда мы начинаем вот эту историю подводить, ну, как бы двигаться к ней, то вдруг человек начинает заниматься самым важным. Тем, конечно, что это для меня, как я это вижу, и куда мне это вообще встраивать, и куда мне двигаться. Потому что все приходят с иллюзией, что проблема в нем, в ней, в них, и ты, как специалист, должен это решить. А это иллюзия. И если мы их оставляем в этом, а многие оставляют их в этой иллюзии, то мы обманываем клиента. Но если мы имеем компетентность и компетенции, для того, чтобы это все грамотно преподнести, то тогда у нас есть большие шансы помочь этому человеку. Большие. И мы помогаем. Вот в этом и есть кризисная психология, как я ее вижу. В этом и есть-то... Это как... Что такое кризисная? Опять же, ну, к такой пояснению, там, наверное, больше для зрителей, в том, что вот есть профилактика заболевания, да? Есть же профилактика. Но это же хорошая вещь. Мы же не можем сказать, что профилактика... Вот даже в адектологии есть первичная, вторичная, третичная. В любое там... В питании. Есть питание, профилактика, там, стиль жизни. А есть решение проблемы заболевания. Это симптомы, которые нужно делать сейчас, да? И то, и другое имеет место быть. Вот кто-то работает, там, по 6 месяцев на кушетке лежат, они, или там, по 6 лет, и разбирают какие-то свои сны, наверное, это тоже имеет место быть. Я за ним... Очень богатые психологи. Наверное, наверное. Мне кажется, что это богатые не специалисты, а эти клиенты, которые... в течение этой передачи. Но опять возвращаемся к твоей парадигме. Да. Ты принимай ситуацию, или меняйся, или ходи из нее. Конечно, однозначно. Только так. А другой ты не можешь контролировать. Конечно. А как? Ну, конечно. Сто процентов. Конечно. Ты... Или... Но ведь половина уйдет, скажет, доктор говно. Не, я почему не... Сказал мне меняться, и во мне проблема. Да. Вот для того, чтобы не сказали доктор говно, им как раз и нужно давать возможности вариаций. Ну, то есть мы... Я понимаю, как вот есть, но это ж твой путь. Я могу тебе помочь. Я только могу тебе помочь. Это как завис... Это как... Знаешь, у тебя тоже, наверное, такие были родители, вот этот доктор наук, вот это, они говорят, доктор, проблемы в деньгах нет. Пожалуйста, вылечите его. Я говорю, секундочку, проблема серьезная есть, она в вас. И давайте-ка его... Что вы такое говорите? Да, а я говорю, секундочку, алло, Коля, приди, пожалуйста, забери Сережу. Приходит человек, забирает зависимо, и пошла работа уже с родственниками, потому что самая большая проблема в них, и самый большой ресурс тоже в них. Потому что я говорю, ребята, давайте так. Вот у нас есть три стороны. Я, ну, и за мной компания, да, вот, ну, специалисты, зависимый, и вы. Мне хочется верить, что мы с вами на одной стороне, и мы с вами адекватные люди. Ну, конечно, мы понимаем, что это не так, но нам нужно их к этому... И мы начинаем с ними работать. Неадекватно в этой истории не я, кто неадекватный. Да, да, вопросик, да, да. Поэтому, конечно же, мне уже, наверное, лет 15 созависимость интереснее, чем зависимость, ну, зависимость с белыми нитками шита. Есть вещество, есть проблема вещества, и понятно, что это заболевание, несопоставимое жизнью, по степени неизвестимость, потяше, прочтение, посмертность, приравнение к онкологическому, это правда. Мы там пачками хороним те людей, те, кто люди, которые работают долгое время зависимыми, это как бы, ну, такая норма жизни. Ну, вот созависимость... Вообще, есть специалисты, и я с ними согласен, которые говорят такую цифру, 98% населения планеты больны созависимостью в той или иной мере. Ну, есть гипотетически 2% людей проработанных, но, в принципе, поэтому, почему мы с тобой, вот, из военно-полевой, вот, помню, мы говорили, самые больные люди к нам приходят, и потом мы этот вес берем легко, да, потому что тот вес такой, все то же самое, только он чуть-чуть полегче, он даже не чуть-чуть, а сильно полегче, там, обратно возражение, там еще есть потенциал, там еще есть здравомыслие проскальзывает, там еще есть ресурс, желание и так далее. А вот по твоему опыту, наркоманы как-то поменялись? С синтетикой, с дизайнерскими наркотиками? Очень сильно поменялись, невероятно. Я уже, я сейчас в Европе видел тех наркоманов, которых я не видел у нас, наверное, с 90-х годов, настоящие такие, понял, вот взрослые, высохшие, на этих медленных наркотиках, она вот так вот юбку поднимает, ну, просит, там, вот так юбку подняла, в Барселоне, поднимает вот такую юбку, у нее вот такие абсцессы, понял, гниющие, такие, вот, ну, у них такая, тоже такой концепт, что, в принципе, если человек хочет гнить, ну, можно дать ему, или нужно дать ему такую возможность. Я за ту концепцию, которая есть у нас, конечно, мы не можем дать, позволить человеку умереть от этого, но почему мы тогда, давайте выпустим психиатрических больных, ну, пусть они, пусть они умирают, пусть он выбегает на дороге, его сбивают там, потому что для меня зависимый человек, он не отдает отчета, вообще тому, что, ну, в поздней стадии употребления, конечно, он себе не понимает, понятно, этот человек асоциален, понятно, этот человек преступен, там, и так далее, в поздней стадии, опять же, но мы не можем себе, ну, я, во всяком случае, у меня такое понимает, что мы не можем дать ему позволить умереть на улице, как это, вот, ну, допустим, для меня много полезного есть в Европе, да, вот я сейчас покатался, много там вещей, которым стоит поучиться, но вот это, вещь, когда люди заигрываются с гуманистическими идеями, и пытаются академическую часть спустить функционал, она не получается, то есть, с точки зрения размышлений, мы можем сказать, да, человек свободен умереть от наркотиков, или человек свободен, вот, но у нас же есть эти... Знаешь, какие аргументы привожу против, извини, что перебиваю, очень часто это всякий криминал, каждый должен втянуть 4-5 невинных душ в эту историю, совершенно верно, эпидемия, и даже вот этот заживо гниющая женщина в язвах, это оскорбление человеческой личности, что мы не вмешались, вот, разлагайся, твоя свобода, да, это эстетически, гуманистически, со всех сторон это неправильно в большей степени. Да, с точки зрения гуманистической идеи, да, ну, человек там хочет, он умирает, но применительно к социуму оно не работает. Давай голландцев возьмем. Я когда учился, 20 лет назад, 20, даже больше, 20 лет назад, у нас такую коробочку давали у голландцев, у меня, я еще 2 года заканчивал по терапевтическому сообществу у голландских специалистов, и вот, вот такие коробочки были, там открываешь, там ложечка, у него шприцик, все, вот одноразум, мы такие, вау, как это так, ну, это снижение, программа снижения вреда, и у них, какая история, что, вот это наш гражданин, у нас есть определенный запас денег в стране, и он должен получать пенсию, но этот человек зависимый, и он хочет эту пенсию потратить на наркотики, мы ему должны позволить, потому что он так хочет. Теперь смотри, они сделали, все равно не доживешь. Смотрите, они сделали эту историю, но, но, и там действительно, эти люди, они там получают это все, там пожизненно, но, они живут в определенном социальном уровне, они там, не имеют права этого, не имеют права этого, не имеют права этого, а самое основное, самое основное, что молодежи, голландцы сказали, ребят, вот посмотрите, вы можете так, вы можете так, но вы будете вот здесь, но для того, чтобы вы жили подробно, мы постарались, и у них очень хороший конкобежный спорт, хороший бизнес, хороший футбол, и так далее, они дали выбор, то есть, есть такое, знаете, привлекательное здорового образа жизни, вот, в нашем случае, если мы введем заместительную терапию, а я согласен, там когда-то президент сказал, что, по-моему, до 30-го года мы вообще не рассматриваем эти вопросы, я с этим согласен, вот если мы введем сейчас, к примеру, заместительную терапию, то я думаю, что это будет катастрофически для нашего общества, катастрофически, это будет чревато переделом просто рынка, сбыта там и так далее. Они разрешили 12-летним принимать решение об австаназии, причем не по показаниям какой-то неизлечимой тягостной боли, а вот ты решил, что у тебя депрессия, и ты в 12 лет имеешь право, наперекор родителям, принять решение об австаназии, и родители тебе не имеют права подходить, отговаривать. Да, там и со сменой пола, я знаю, что, мне это интересно, я с тобой согласен, и у меня тоже есть определенный... То есть они уже вышли в такие крайности? У меня тоже есть определенный эмоциональный отклик, как у родителя, у меня же как раз вот примерно этого возраста, от 10 и 13. Какие там мозги в 13 лет? Да, да, я просто хочу сказать, что я приучаюсь знать границы своей компетенции, компетенции. И вот эвтаназия, это как бы не граница моей компетенции. А я просто говорю о зависимости. Вот то, что я изучал по... По-человечески. По-человечески. Ты с этим разом можешь согласиться? Я не могу... Ну, конечно же, это боль для меня, как для родителя. Я считаю, что... Во-первых, это нужно изучить, что это такое, но если это действительно так, и вот так, как ты сказал, это и выглядит, то, конечно, я категорически против этого. Точно так же, как я категорически против за смену пола у ребенка. Да, потому что у них все это меняется. Ну, то есть, я еще раз говорю, что там много хороших моментов, но много прям вещей, которые для меня удивительны. Ну, к примеру, они не любят работать, они не работают. Они просто не работают. Они не умеют работать, они не решают вопросов. Ну, то есть, они живут между лидами, деньгами, конкуренцией и кайфами, они выбирают создательно кайфы. Ты можешь прийти в магазин, а там написано, приходите в августе, мы на каникулах. Потому что есть долгий дофамин, усилия, помноженные на время, есть быстрый, который никогда не хороший. Кредиты, пастфуды, наркотики, беспорядочный секс. Да, вот ты с одной стороны. Будешь купаться, наплатить ты будешь. Вот ты с одной стороны, а я с другой стороны. Вот они в постоянных кайфах. За это надо планировать. Они ходят в таких стареньких кроссовочках, живут в маленьких квартирках, в маленьких машинках, там и так далее. Но просто они на вершине архитектуры финансовой. Ну, такая архитектура. Когда-то была сделана архитектура, это финансовая, мировая. И они как бы вот на вершине этой. И им они могут еще позволить себе так жить. Но, они живут в постоянных кайфах. А как мы знаем, человек всегда растет от стресса. Вот если мы возьмем кризисную психологию, я всегда говорю, что этот кризис, это может быть для тебя величайшим благом твоей жизни, потому что ты бы никогда не выпрыгнул, не выпрыгнула бы из того ситуации без этого. Это, возможно, величайшее послание вселенной, вот та жопа, с которой ты пришла. Потому что оттуда ты можешь... А ты согласен с этой сбитой фразой Ницше, что нас не убивает, делает сильнее? Да, я Ницше сейчас, Ницше как раз домик видел там во Франции, где он жил. Я согласен, да, я согласен, но там, ну, есть, наверное, какие-то вещи, которые нас не убивают, но и большого толка нам не дают. Даже я бы от них как-то так. Но, в концепции вот именно кризиса, проживания, социальной, как бы, жизни, ну, наверное, да. Да, да. Да, очень интересно, как через преодоление, через массу и негативного опыта и такого, человек находит свой путь и в итоге вот выбирает эту помогающую профессию, причем помогающую ну, в самые такие жесткие ситуации, не выгорает, полон ресурсов. Что я хочу сказать? Мне очень понравилось, как мы общаемся. Я думаю, мы соберем обратную связь от людей, готовы что-то рассмотреть. Понятно, что в рамках одного интервью и как с кризисом работает, и остальные твои опции, это так можно очень долго рассказывать. Вот, я предлагаю все-таки в конце у нас стандартная рубрика обратиться к людям, прямо сказать, что кризис это не катастрофа, а возможность или что-то. Сам сформулируешь и вот подытожим наш разговор. Хочу сказать, что есть различные техники, они безусловно помогают. Ну, допустим, мы говорили о стадиях преодоления утраты, Кюблер-Роуз, там говорили о разных специалистах, которые выявили определенные тенденции, но правила, они находятся на уровне понимания. а мы говорим о вот хорошее слово вспомогающих правиле. Я давно это не слышал, это такая олдскульная тема, сейчас она как бы не принята. И вот что я сейчас вижу, есть много людей, которые выучили технологии, которые выучили технологии, вот они говорят, как в бизнесе, так как в психологии, там еще где-то. И знать и делать совершенно разные вещи. и вот здесь я хочу сказать, что точно жизнь, она многокомпонентная. И психология, психа, это всего лишь душа в переводе, но душа верхнего уровня, ее принято больше в голове интерпретировать. А вот человек и жизнь, она более такая масштабная вещь. здесь, как мы уже отметили, биология, и социум, и ближайший круг, семья, и духовные аспекты, и кто я, что я, для чего я, и куда я, все эти экзотенциальные вопросы. И вот кризис, я верю, в то, что основная наша задача это в том, чтобы научиться жить вот в кайфах, вот то, о чем мы говорили. Несмотря на то, что жизнь всегда сладкая, и реально она бывает разная, но в большинстве своем понимать, что это прикольная история. Даже вот если мы возьмем опять стадии проживания утраты, кюблероз, там пятая стадия это благодарность, да, а это психиатр, которая 25 лет работала в хосписе и наблюдала реакцию людей на информацию такого рода, там вам осталось три месяца, шесть лет, там два года, ну то есть такая тяжелая информация для людей, и все равно последняя стадия это благодарность. Вот здесь вот мы говорим о том, ну мое четкое убеждение, что кризис дан для того, чтобы нам переходить на новый уровень, на новое понимание, и то, как мы его проходим, это зависит сугубо от нас. Нет людей, люди могут нам помогать, мешать, там течение может быть попутным или противным, но точно все в наших руках, поэтому кризису стоит относиться как к определенной возможности, и точно жизнь не заканчивается на том апокалипсисе, который рисует нам голова в этот момент, а возможно только у вас начинается, поэтому welcome к специалистам, ну слава богу, что они у вас есть, и как бы вы их знаете, поэтому поэтому я за еще раз скажу, что я считаю, что жизнь это удовольствие, и жизнь должна проходить именно в большей части в радостях, а как мы этого достигаем, ну это уже процесс такой инструментария как бы и определенных практик. Василий, я тебя хотел поблагодарить за вообще это беседление, за то, что перебивал, и здорово, знаешь, вот ты как-то можешь перебивать-то по-разному, а здесь именно так как-то в контексте очень мне понравилось, спасибо, душевненько, а я вообще за вот именно за теплоту, знаешь, как бы меньше может быть там от разума больше как бы от сердца, эмоциональных вещей она здесь присутствовала, я тебя благодарю, если я нужен буду, я всегда есть и доступен. Спасибо тебе большое и спасибо зрителям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин